Удмуртия Каждая туриада для нас уникальна Потому что она требует подготовки Тем более это уже пятая была туриада А как готовились, если не секрет? Вы знаете, вообще нам завидуют многие округа федеральные и субъекты Потому что у нас есть такое событие, как туриада Приволжского округа Потому что эта туриада, она подтягивает регионы Она заставляет готовиться Ну и в принципе развивается туризм Готовимся мы Вообще, наверное, мы только возвращаемся с туриадой И уже нужно готовиться к следующей туриаде Потому что она включает в себя много разных видов Не только спортивные Хотя там у нас проходят внутри туриады То есть в рамках туриады Проходит первенство по спортивному туризму Первенство Приволжского округа Где представлены как раз такие виды туризма Как пешеходный, водный и велотуризм Но кроме спортивной части Там очень большая еще конкурсная программа Куда входят и творческие конкурсы И бардовская песня И конкурсы, видео, презентации И клипы Да, да, да То есть интересно, да? Интересно Ирина, немножко вывод Какие впечатления оставила пятая вот эта туриада У вас, как у тренера? В принципе, я довольна результатом Мы целенаправленно шли к этому Второму, пусть даже не первому На второму месту мы готовились Круглогодичный тренировочный процесс у нас построен И ребята достойно выступили, на мой взгляд Тартовый городок, я в кавычках его уже так называю От лагеря, где вы жили, расположен был очень далеко Вот расскажите, как добирались И насколько комфортно И насколько водный этап был сложным для вас Ну, в этом году из-за того, что юбилейная была туриада Нам ввели третий вид дисциплины То есть у нас было до этого Слалом, катамаран, двойка и командная гонка Сейчас нам еще сделали каяк с лалом И мы выезжали каждый день на эти соревнования Само Балакова находилось 60 километров от Хвалынска Это от лагеря, где мы проживали Мы туда выезжали рано утром Участвовали там в соревнованиях И потом вечером оттуда обратно возвращались к Балакова Поэтому всю жизнь, которая творилась там в лагере В принципе, мы водники не застали Погода, повезло с погодой Ведь у вас такой вид спорта, да, если прохладно, так скажем Где можно было обогреться, согреться В этом году о нас позаботились организаторы И установили теплую палатку С погодой, ну так, она разная была То есть когда были такие дисциплины, как командная гонка Где было очень много переворотов Конечно, погода подвела, было холодно Но благо, что дети могли погреться хоть в теплой палатке За золото можно было бороться? Можно было Мы сами допустили ошибки, глупые ошибки Вот как они критичны Где что не сложилось-то? И вот насколько, правда, сложный этап был? Знаете, как получается? У ребят недостаточно соревновательного опыта Они у меня еще молодые, 2000 года Их была вторая турея, вот именно у этого состава И они переживали, волновались очень сильно И поэтому вообще глупее Одну ошибку допустили Один штраф в 200 секунд сразу нас отодвинул Ну ничего с опытом И мастерство придет И нервная система будет устойчива Сборная Удмуртия в итоге тоже общекомандная Заняла третье место И получила путевку на всероссийский финал в Сочи Это, в общем-то, ведь тоже успех Расскажите о нашем выступлении нашей команды Ну, Ирина скромничает Результат очень неплохой Второе место на первенстве ПФУ У водников, это очень хорошо Первое место мы традиционно уже три года Занимаем в дисциплине маршруты Первое место, это тоже очень хороший показатель Это потому, что мы не только ходим в походы Но и еще учим наших руководителей Писать правильно отчет Потому что сложность еще нашего вида В виде такой, как маршруты, походы Это не только пройти А еще написать отчет достойный И чтобы этот отчет занял первое место Так вот, у Ирины не только в дисциплине дистанции Но и в дисциплине маршруты Тоже очень хороший результат Вот Ирина здесь не сказала об этом своем успехе Поэтому можно поздравить Ирину Как руководителя именно группы Которая заняла первое место В дисциплине маршруты в водной скромны А скажите, вот это соревнование Да, понятно, что они проходили Но вот эти творческие конкурсы Вот немножко подробнее о них И еще вот, насколько мы осведомлены Участникам туриады Очень понравился ваш Джек Воробей Вот подробнее, пожалуйста Ну вообще конкурсная программа Это, конечно, очень большой такой блок Который требует подготовки И здесь, домашней подготовки И очень много у нас времени уходит И день, и ночь, и сил Именно там уже на туриаде Готовясь к конкурсной программе Потому что там очень много экспромта И очень много заданий, которые необходимо Выполнить именно там У нас очень неплохой Была именно видеопрезентация региона Как ни странно Всегда наши презентации И те годы предыдущие Очень бурное обсуждение Всегда представление об Адмуртии Но вот результат Как-то никак до первого места Именно видеопрезентации Хотя были у нас первые места В этом году немножечко не дотянули Очень интересный Вот именно видеоконкурс Где вот Джек Морби Да Было тоже обсуждение Потом, ребята Мы очень благодарны были Именно в этом конкурсе Членам жюри, экспертам Которые провели затем анализ Потому что всем интересно Почему я там не первый А вот второй Или почему я не второй А там четвертый И провели такой анализ эксперты Ребята поняли Они сами обсуждали Когда они просмотрели Что же там было не так Что вот И вот Джек Воробей Все сказали Вот и первое место И второе место Наверное было технически Правильно сделано Там построено правильно Но запомнится Джек Воробей Чем? Чем он так хорош был? Чем он так поразил? Необычностью, наверное Неформально так И, ну так скажем Все ведь было экспромт Там вот все спрашивали А откуда у вас костюмы? Да костюм там был Там был Тенд был В веревке То есть все было вот на ходу И все на ходу придумано Да Придумано Но это потому что Ребята Подходят То есть вообще команда У нас очень интересная Дружная Эксперты отметили Да Что очень хорошая Интересная команда Креативная В принципе Да Полностью Не только И конкурсная И вот спортивная То есть в целом И тренерский состав И все вот Потому что все дружно Друг другу помогали Это не значит Что если вот Участвовал в авторской песне Вот он не участвовал здесь То есть все вместе Командой готовили В этом, наверное, и есть цель Дуриады Как вы думаете? В том числе В этом успех Команды Потому что это команда Ирина Ну немножко перейдем Теперь к Кубку Удмуртии По водному туризму В Умурт Которые прошли в этом году Насколько мы знаем Немножко в экстремальных условиях Потому что была Нехватка в кавычках Говорю уже опять Воды Вот расскажите немножко Об этом старте В первый день У нас проходила Дистанция с лавом Катамаран-2 Катамаран-4 А во второй день Уже были кайки И байдарки И вот так получилось Что именно во второй день Лил дождь И в связи с опасностью Того, что этот остров Который у нас был В пруду Принесет к плотине Пришлось открывать воду больше То есть первый день У нас было 18 кубов воды А во второй день А точнее в первый день Было 25 Во второй обещали 18 Но вместо 18 Дали 36 А, вот даже как Наоборот Многие участники Просто, мне кажется Не вышли на старт От того, что они Подумали, что не справятся Когда мне звонили И спрашивали Вы будете участвовать? Я сказала Мои дети будут все участвовать И в итоге они выступили Я считаю, что Они хорошо выступили И это для них Опыт такой большой Потому что у нас Нет воды Где можно тренироваться Вот такой вот Бурной А здесь есть возможность Попробовать свои силы И технику отработать Я просто поставила задачу Что это в первую очередь Для вас будут В этом году Не столько соревнования Сколько Как тренировка Получается Чтобы вы попробовали Свои силы Кстати, вы не только Ведь вот хороший тренер Я так поняла уже Да Спортсменка успешная Ну и фотограф Сколько удачных кадров сделали И на Туриаде И на Вуморд Достаточно сложно совмещать Это потому что Очень сильно волнуешься За своих ребят И хочется смотреть Как они проходят Там что-то подсказывать им Но при этом еще и нужно Фотографировать Но все-таки кадры Удачные были Ну и конечно Да Есть удачные кадры Покажите нам Я все фотографии Выкладываю Какое направление Все-таки Спортивного туризма У нас в республике Сегодня наиболее популярно Ну В принципе У нас как-то Традиционно Как сложилось Пять Видов Туризма Развивающихся Более-менее Успешно Это водный Горный Пешеходный Единственное Вот очень жаль Что в пешеходном туризме Основа была Это детско-юношеский туризм А сейчас В связи со всеми Событиями Прошлого года Этого года Какая-то не очень Понятная установка Потому что Перестраховываются все И чиновники И администрации И директора школ Даже те Кто занимаются В секциях Спортивного туризма Ходить в походы Нельзя А без этого У нас не будет развиваться Наш вид спорта Поэтому Будем как-то решать Эту проблему Какие старты впереди? У нас много стартов Через две недели У нас Стартует экспедиция Аты-баты Шли солдаты Сегодня Буквально через несколько часов Школа безопасности Как раз Тоже стартует Буквально через неделю Водники уходят На Байкал Надолго Практически до конца лета Они будут там То есть у них Несколько походов Готовятся Горники В августе тоже Уходят в поход Так у вас только старта Поэтому лета у нас бурная Насыщенная будет Ну и Какую задачу Можно все-таки поставить Уже в октябре Как я понимаю На Туриаде Уже на всероссийском финале В Сочи Ирина Выиграть конечно уже Соглашаетесь Тоже точно так же За победой Ну и самое главное Что у нас есть Очень хороший шанс Поэтому Наверное да Будем стараться Бороться за победу Почти уверены Ну что ж Удачи вам Время программы Наше к сожалению Уже стекло Поэтому я прощаюсь До встречи Уважаемые телезрители Ровно через неделю